Всем огромный-огромный привет! Сегодня, как я вам и обещала, готовим очень вкусные щи. Щи я буду готовить с колбасок, вот этих мясных, свиных, которые беру в глобусе. Оставила здесь 4 колбаски, буду с них сейчас варить суп. Так, ну 4, наверное, скорее всего, много. В общем, посмотрю, сколько. Я их приморозила чуть-чуть. Сейчас я их порежу, как фрикадельки такие. И в супчик. Вода у меня уже закипела. Также я уже помыла помидоры, буду добавлять, капустка у меня есть небольшая, картошку почистила, лук и морковку. Сегодня хочу суп сделать с обжарочкой. Я всегда обычно делаю без обжарки, но сегодня мне хочется вот именно с обжарочкой такой супчик сделать. Но я ее в основном не жарю, а именно так, притушиваю. Обжарку отдельно именно буду. Нарезаю колбаску. Вода у меня уже закипела. Сейчас, пока бульон варится, я как раз натру морковку. Поставлю обжаривать лук. А бульончик пускай варится. В кипящую воду закидываю эти колбаски. Какие-то они мне в этот раз, знаете, попались жирновастенькие. Но это мне так кажется. Может быть, нет. Может быть, я уже придираюсь, как говорится. Но мне показалось, что они попались жирновастенькие. Такие колбаски. Я их режу кругляшками примерно где-то полтора сантиметра. Сейчас вам покажу. Вот такими кругляшками. Сантиметра по полтора. И прекрасное, знаете, без возни, как такие фрикаделечки. Сейчас они у меня текнут. Я уже буду закидывать картошку, капусту. Прям захотелось именно щей. Почему даю подморозиться? Я где-то в обед, ну сейчас уже вечер, поздно, положила в обед, чтобы они вот так вот хорошо, видите, порезались. Прям чуть-чуть их подморозьте. Если будете свежие резать, вот эта вот колбасятина, она будет отовсюду с разных сторон тянуться. Я один раз как-то варила именно их, чтобы вы так тоненько не порежете. Поэтому я их подмораживаю, чтобы нарезать такими одинаковыми кусочками. Вот, пускай все закипает. Да, одну колбаску оставлю. Возможно, что-нибудь с нее приготовлю вкусное. Все же жирноватенькие. Такие колбаски. Ну, знаете, для супа самое оно. Все же и мясо какое-никакое, и костей нету. Вот так. Все, пускай варится бульон. Сейчас я помою руки. Сейчас помою руки, помою доску. И масло. Чуть-чуть прям добавляю масло. На котором буду обжаривать лук. Захотелось мне вот именно щей. Ничего не хочу. Хочу щей. Прям подсела я на супы. Включаю газ. И пока у нас варится бульон с этими колбасками, я быстренько отправляю обжариваться лучок. Можно даже, вот я обычно, по половинке луковки использую. Прям мелко кубиком его нарезаю. И обжариваю. Щи уже давно не готовила. Решила, думаю, почему бы нет. Как раз с этих колбасок, думаю, будут очень хорошие, вкусные щи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обжариваю лучок до такого красивого цвета, вкусного такого запаха. Сейчас аромат лука пойдет. Обожаю, когда я готовлю супы. Во-первых, готовить супы очень просто. Особенно вот на этих колбасках. И бульон варится быстро. Так. Смотрите, такие вот. Получаются как фрикадельки. Маленькие, хорошие фрикадельки. Знаете, я, наверное, все колбаски порежу. Думала не все, но, наверное, изрежу все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они сейчас что-то свернулись в воде. Они же так скукоживаются. Их, конечно же, так на вид станет намного меньше. Поэтому добавлю-ка я еще остальные. Минут 20. Бульончик будет готов. Хотела на другой рецепт. Ну, ладно. У меня там на другой рецепт, в принципе, фарш есть. Ничего страшного. А щи, пускай, будет побольше мяса. Как раз что-то засело сейчас, представляете. Раскрашивала, 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 раскрашивала. Думаю, нет. Пойду уже варить суп. На суп-то у меня все давным-давно готово. Я еще в обед все помыла. Думаю, мне остается только приготовить помыло. Почистила все овощи специально. Маленький-маленький огонечек. Натираем морковку. Фрикадельки уже всплывают. Вот они всплывут. Они, знаете, как пельмешки. Всплыли. И, в принципе, поварились и готовы. Я же на суп вчера взяла сметанки. Ой, какой вкусный лучок. Так, давай, давай. И потом я уже сюда бульончик буду подливать. И тушить зажарочку. Зажарочку буду делать с помидорочкой. Сегодня в обед. Уже ближе к вечеру. Где-то после пяти вечера сходила в пятерочку. Я же купила маленькие такие помидорки. И что-то их пожалела. Думаю, маленькие я и так их ем. Думаю, мне надо помидорки. Помидорки пошла. Купила помидоры. Купила. Купила хлеб как раз. Вот этот чабата. Так, и давайте уже морковку забрасываю в лук. Вот так. Погода сегодня такая. Ночью вообще не лень был. А я подгадала время. Почему с утра-то не пошла? С утра тоже был дождь. И сейчас дождь идет. Обещают такой большой дождь. А что это такое у меня? Жирок. Жирноватая. Жирноватая. Все же мяско получилось. Жирноватая. Ну, это и хорошо. Убираем пенку. Пенка нам не нужна. Немножко бульончика. Вот можно добавить. Зажарку я сразу добавляю. Вот отсюда, с краешку, для такой бульончик чистый. Вот так добавляем зажарку. И пускай зажарка тушится. Эта вся пена сейчас закипит. Я ее на маленький огонь. Всю пенку сниму. Ненужную. Ну, давай, давай, давай. Вот так. Все ненужную пенку убираю. И чем мне еще нравится готовить вот с этих колбасок? Бульон получается наваристый, но не жирный. Хороший такой получается наваристый бульончик. Ой, прям, представляете, в колбасках целый лук был. Вот такие лучушки плавают. Какая прелесть. Так, девчонки, давайте со мной готовить щи-борщи. Ммм, какая прелесть. Все, сейчас уже можно делать поменьше. Пускай варится. Вот так, чуть поменьше. Пускай варится, и я прям... На таймере засекаю время. И буду время от времени, вот так, если будет вот этот белок всплывать, буду его вот так убирать. Вот так. И бульончик вот сюда не забываем добавлять. Все, вроде нормально. Сейчас я еще помидорки сюда добавлю. И зажарочка у меня здесь уже отдельно. Заправочка. Как таковая заправочка будет для щей. Очень вкусная. Такая благодать. Да, подсела что-то я на супчики. Очень подсела. Ну, во-первых, легко быстро варится. Вкусно получается. Со сметанкой. Со сметанкой вообще хорошо. И сидела-сидела, раскрашивала, смотрела там, ну, всякие ролики. И потом думаю, нет, надо идти. Надо уже поставить варить, а потом уже займусь. Надо еще на кулинарный канал будет что-нибудь снять. У меня на кулинарный канал нету, но завтра воскресенье я сегодня вот и завтра. Обычно я снимаю, сразу на несколько дней загружаю. Так, ну все. Я думаю, заправочки хватит. Ну, это бульончик уже. А, зря помыла, надо было сразу эту свеклу натереть. Не свеклу, а эту, как они, помидоры. Помидоры сразу было надо натереть. Помидоры я в мисочку сейчас быстренько натру. И отправлю в зажарку. И пускай у меня все вместе зажаривается. Вот. Все. Если у вас тут сухо, добавляем бульон. Что-то кипит сильно. Хотя я уже на маленький огонек, на такой. Так, давай. Апа. И бульончик вот такой светлый получается, хороший. Вот сюда прям, девчоночки, в зажарку. И мальчишечки тоже. Так, вот сюда в зажарку добавляю. Прям быстро выпитывается водичка, в бульончик. И бульон, посмотрите, какой светлый, хороший получается бульон. Так. И помидоры. Помидоры у меня такие, знаете, не особо хорошие. Я взяла какие-то розовые помидоры, 74 рубля килограмм. Ай, ну уж какие были. Ой, деревянные какие. Деревянные, деревянные. Помидоры-то. Что же вы такие деревянные? Ну ладно, мне в принципе и надо. Щипцы, чтобы были такие чуть. Покислее. Что ли, да? Такие немножко покислее. Ой, прям деревянные. Я вначале хотела томат-пасту, но думаю, томат-паста это уже будет не то. Я именно хочу щи такие некрасные. И вот эти как раз помидоры, они дадут вот этот вкус, чуть такой кисловатый. Потому что я буду использовать... Жарко. Я буду все же использовать капусту такую свежую, а не кислую, для щей. И вот сюда вот, вот такие дольки помидорки. Вот такие дольки помидорки натираю на терку. Натираю на терку. Мне нужна только вот эта помидорная масса. А саму вот эту кожурку выбрасываем. Да, помидоры оставляют желать лучшего. Но ничего, как раз вот кожурка. Остается у нас в руках кожурка. Мы ее выкидываем. Кожурку в супчик не надо. Ой, вот это помидоры. Слышите, как трется? Деревянные. Но у нас, увы, негде купить какие-то другие помидоры от пятерочки. А кроме этих, больше никаких не было, увы. Да, вот почему я зимой беру только помидоры и чили в салат. Потому что, конечно, это... Да, трется, как будто я тру картошку на терке. И то, мне кажется, картошка трется-то мягче. О, ну смотрите, какие помидоры. Ну смотрите. А, ну что это? Ну что это? Смотрите, какой цвет. Да? Ну, я думаю, в зажарку пойдет. Как раз на щи пойдут такие помидоры. Но, конечно, это не в салат. Да, ужасные помидоры. Во-первых, они внутри, смотрите, все какие. Какие-то желтые, белые. И они просто... Нет. М-м-м-м. М-м-м. Это даже раскусить невозможно. М-м-м. Но они не... Не пислые. Не пислые. Да. Помидорки меня немножко подвели. Но ничего страшного. Но ничего страшного. Все. Все уронила. Но ничего страшного. Ладно. Эти даже не буду дотирать. Вот эти пойдут. Уронила помидорину даже. Сейчас уберусь. К вам вернусь. Да, помидоры просто ужасные и деревянные. Ну ладно, ничего не поделаешь. Мне хватит вот так чуток, чтобы чисто такой кисленький вкус. Чисто для обжарки. Не хочу именно сегодня в щеки дать томатную пасту. Вот. У меня получилось. Я порезала полтора помидора. Потерла полтора помидора. И обжариваю морковь и помидорку. Пускай все обжаривается. А я пока нарезаю капусту. И уже тоже бросаю варить капусту. Что быстро вкусно приготовить? Это, конечно же, суп. Блин, бросаю капусту, капусту, а картошку? Что вы мне не сказали? Что еще картошечку надо бросить варить? Опа. И картошечку. Картошка быстро варится. Сейчас пока капуста, картошка варится. И зажарочка будет готова. Вообще, мне всегда казалось, что самое быстрое, что приготовить вкусное, бюджетное, так это суп. Ну, это, если не вываривать бульон с какой-нибудь говядины. А вот с курицы можно, с фрикадельчик. Вот, что я готовлю с этих колбасок. Во-первых, и получается вкусно. Вот, режу такими, как картошка фри. Нарезаю, как картошку фри. И нормально. И еще одна маленькая. Что я за 15 рублей картошку покупала? Неудачная она попалась. Тоже очень много обрези. Надо, конечно, идти на рынок. Если хотите хорошую картошку, идите на рынок. Так, я в прошлый раз на рынке 3 килограмма брала. Я с нее ничего не срезала. Поэтому вот так. Так, что у меня тут бульон? Нормально, наверное, больше не буду. Нет, давайте две ложечки еще. Помидоры не сочные оказались. Вообще не сочные. Мало того, что деревянные, так еще не сочные. Ну, ничего страшного. Суп, он по-любому будет вкусный. У меня по-другому не бывает. У меня супы на улет. Хоть в ресторане подавай. Ну, это кто пробовал, всегда так говорит, что Марина, твои супы хоть в ресторане подавай. Какие они вкусные. И капусту. Тоже сразу сейчас брошу варить. Ну, что у меня тут? Ой. Вот это супамбец. Картошку бросила. Надо чуть-чуть побольше сделать. А дождик так все и льет у нас, так и льет. Я вот успела сходить, но была такая мурость поганая. Но, хочу сказать, мне холодно. Я на футболку одевала куртку. Даже не одевала шапку, потому что ветра нету. Зон с собой не брала, так как. И закидываю капусту. Ну, давай, закипай. Закидываю капусту. Пускай варится вместе с картошкой. Вот так. Будет такой щи. Будет щи вкуснятина. Поэтому готовьте вместе со мной. Я думаю, приготовит любой. Так. Наверное, я не хочу, чтобы щи, чтобы ложка стояла, да? Не буду я дорезать всю капусту. Вот это вот еще порежу и хватит. У меня, причем с капустой, тут осталась вот эта одна кочерыжка. Одна кочерыжка. Так, все. Ой, как же жарко, как же жарко. А когда тут жарится, парится. Ой. Жарится, парится вообще жара. Все. Закидываю. Ну вот вам практически суп и готов. 20 минут сейчас. И все будет готово. Хотя картошка, наверное, минут за 10 сварится. Я же ее так некрупно бросила. Уже пахнет такими щами. Очень вкусно. Все. И ждем зажарку. Все. Сейчас оставляю. Пускай картошка, капуста 20 минут вместе с мясом. И потом уже зажарку. Пускай зажарку еще. Еще в зажарку принесу кину чесночок. И вот мы с вами замораживали чесночок вот такой красивый. И я его бросаю в зажарку. Ароматный, вкусный. Не надо ни возиться, ни чистить. Бросаю в зажарочку. Все. И я минут на 20 свободно пойду пораскрашиваю. Сейчас у меня суп кипнет. Я его поменьше сделаю. Тут как раз поставлю минут 15. Вот. И пойду. Все. Все помыто. Все чистенько. Так. Смотрите. Чесночок уже тавит. Я его сейчас с этой зажарочкой мешаю. И зажарка. Смотрите. Вот такая вкусная. Привкусная. Ну, немного помидорный запах есть. Помидорный запах есть, хочу вам сказать. Так что нормально. Помидорный запах присутствует. Все. Ой, ну у меня будут такие щи. Хоть-то, ложка даже стоит. Не, нормально, нормально. Я же сюда больше ничего красить не буду. Только зажарку и все. Пахнет капусточкой. Вкусно пахнет. Ну, знаете, суп и не должен быть одна вода. Все. Через 15 минут Закладываем зажарку. Я ее уже выключила. Пускай она вот тут на горячей сковороде. Через 15 минут Закладываем зажарку. И суп готов. Все. Буквально минут еще 10 прогрею. И вуаля. Мы сварили вкусные щи. Добавляю теперь зажарку. Так вкусно пахнет. Капуста. Обожаю вообще супы с капустой. Надо попробовать сейчас картошечку. Так. Забрасываем зажарку. Со мной сварить суп любой. И студент, и одинокий мужчина. И даже не одинокий мужчина. Порадуйте свою женщину. Ммм, какой аромат. Отправляем сюда зажарочку. И совсем чуть-чуть. И наш супец готов. Разливаю в тарелки. Ммм. А какая вкуснятина. Вот так добавьте эту нотку чеснока. Очень вкусно. А, смотрите, что еще можно сделать. Вот отсюда, где беленький бульончик. Апа. Вот так все самое вкусное отсюда вот собрать. Это все самое вкусное. Как раз. Самое вкусное все в суп. Ничего не пропадет. У меня там тем более. Так. Такая красота. Ой, он еще настоится. На второй день я люблю супы есть. На второй день они еще вкуснее. Попробуйте. Сейчас кипнет. И вот хороший такой цвет. Именно как у щей. Он не красный. Он такой желтенький от морковки. Благодать. Вот в этот момент уже можно солить. Все. Пробую картошку. Картошка сварилась. Ой, а какой бульон вкусный. Ммм. А какой вкусный бульон. А какой вкусный бульон. И солим. Солю. Сейчас вот буквально минут 10. Так. Я ложкой этой сюда не лазаю. Мешаю. Густенький получился. Хорошенький. Если что, досолить можно. И в тарелочке. Такой хорошенький чувствуется чесночок. Прям чувствуется. Все, мешаем. Сейчас я его еще минут 10 проварю. Буду зелень закидывать. Ну и вот такой. Такие точнее щи получаются. Смотрите, колбаска превращается. Как такие фрикадельчики. Попробуйте. Вы не пожалеете. Картошечка. Морковка. Чеснок. Лучок. Очень вкусная капуста. У меня была еще такая молодая капуста. Добавляю сюда зелень. И вот такая красота получается. Пробуйте, готовьте. Я очень надеюсь, что вам понравится. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Не пропускайте мою стряпню. И пишите комментарии. Я буду очень рада. Ваши комментарии, ваше общение вдохновляет меня снимать для вас и дальше. Всем огромное спасибо за поддержку. До свидания. Пока-пока. Готовьте вкусно. Просто. Как я. Вкусней, чем в ресторане. Всем пока.